Приветствую, друзья! Вот что интересно, мне Евгения Дикман из Германии прислала статью. Научные исследования, новые, современные, показали, что люди творческие, они менее всего нуждаются в обязательном непосредственном общении с кем-то, они всегда находят для себя какое-то интересное дело, и они продуктивные в этом отношении, они не страдают так сильно от одиночества, как другие люди. Это верно. Я помню, когда я был маленький, я всегда находил себе чем заниматься. Я рассказывал уже в одном ролике, как сидел под столом и рулил самолет, и завывал себе там у-у-у-у, и потом я из этого сделал контент и вам рассказывал, играйте в те игры, которые играли в детстве, и вы будете выходить из рутины, из бытовщины, из страхов, из паник и так далее. Так вот, друзья, есть творческие люди, как говорится, они должны творчески работать, как писал диссертацию мой друг Станислав Королёв, который в своё время написал «Психологическая защита народов Индии» за счёт кастового устройства, а потом она превратилась в тормоз взаимодействия между людьми, между общенческими вопросами. Так вот, личные отношения с самим собой и с обществом. И у нас есть внутренний диалог, который у нас крутится-крутится, когда мы сами с собой разговариваем как бы мысленно, а у некоторых, у кого напряжение очень высокое, никак не могут от него освободиться. А я как раз таки обучаю людей нулевому состоянию, так называемому по современному дефолту работы мозга, чтобы его получать осознанно. Это очень важно, это очень большое открытие, изобретение очень большое, как быстро выходить на нулевое состояние, потому что это на самом деле та самая нирвана, это состояние безмятежности, это состояние душевного благоденствия, это состояние, где нет страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления. А вот я что хочу вам сказать, друзья. У меня есть, конечно, очень много подписчиков. Это не секрет, и вы это знаете. У меня очень много подписчиков. Здесь было только 100 тысяч, это было уже некоторое время назад, а сейчас уже больше 200 и так далее на разных каналах, в разных сетях. Вопрос в чем заключается? Мы ведем, развиваем школу Человек Будущего. Это развитие у человека тех качеств и способностей, которые ожидают нас через 100, 200, 1000 лет. Но они есть у нас в каждом. Вот эти качества и способности. Наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя. И вот мы открываем себя через выход на это состояние глубокой безмятежности, где автоматически отключаются все страхи, комплексы, стереотипы, подражания авторитетам и так далее. Это большое изобретение на самом деле. Потому что я смотрел по интернету, что говорил ситхагуру по этому поводу, как выходить на состояние вот такого подобного вида. Но он говорил где-то близко к этому. Но не дал алгоритма, кроме слов. А у нас технология есть, у нас есть философия. Человек-творец, что у него все стадии предшествующих эволюции в генотипе. И когда он решает какую-то проблему, выйдя на нулевое состояние, к нему подключается свободный поток ассоциаций в русле решаемого вопроса. В русле его мечтания. И это как раз таки ему подключаются все предшествующие стадии поколения и их достижения. Потому что в геном закладывается в процессе эволюции. Очень интересная эта теория, правда? Что именно откладывается у нас в генотипе, что передается. Например, если вы достигли каких-то результатов в чем-то, размышляя над чем-то, передается это вашим детям или нет? Вот эта способность. Я думаю, что отчасти передается. Потому что моя внюшка Гретка, например, она пишет именно таким мелким четким почерком, как ее папа Андрюша Золина пишет. Да, очень четко, мелко, красиво. Вот интересно, правда же? Ну так вот, это пример маленький. Так я вам что хочу сказать. Вот у меня здесь картина, которую я пишу. Уже много-много лет. Она называется «Размечтался». Она у меня была в роликах. Она у меня была даже на выставке какой-то. Я уже сейчас прямо не помню. Но это хорошая картина. Но я ее опять переписал. Видите, она уже какая-то мартная стала. Потому что я сейчас обращаюсь к вам как к коллективному разуме в формате, чтобы вы давали советы и так далее. Я что хочу сказать? Я хочу сказать о том, что те шедевры, которые мы писали вместе, вместе писали, где вы писали комменты, пожелания, убавить то-то, прибавить то-то, мы вместе писали эти шедевры. Вон, видите, там картина тоже, которая называется «И участник события, и его свидетель». Как человек одновременно в обстоятельствах находится и одновременно отстранен от них. Да. И много здесь, вот, например, картины «Ангелы и власипедисты». Видите, вращаются колеса, как круги сансары. И вот там скрипачка. Ну, в общем, много чего. Я о чём хочу сказать. Здесь тоже пишите комменты, пожалуйста. Что в этой картине добавить, что убавить. Я размечтался. Это я хотел совместить. Кто не знает, совместить, что ты лежишь на диване. Ну, я, например, лежал на диване и вспоминал, каким я был в юности, в детстве. Смотрел, как плывут облака, птицы летают. И думал, скорее бы быстрее вырасти, что жизнь нас ждёт такая большая и интересная. Так я тогда уже был мечтателем. И вот сейчас эту картину много лет я пишу и пишу, и вы мне поможете в коллективном разуме. Так что я хочу сказать. Мне пришла одна мысль. Она заключается в том, что возьму-ка, сделаю сейчас эксперимент. Я сейчас попробую, отрину всё, что кто скажет по этому поводу, и буду. Возьму кисточку и краски разложу перед собой и буду рисовать, не думая о том, кому понравится, кому не понравится, а именно так, чтобы мне самому нравилось. Но будучи независимым, никому ничего не должным, совершенно свободным, творческим, с чем же я тогда буду общаться? Моей рукой кто будет водить? Наверное, законы гармонии. Наверное, когда я не завишу ни от кого и ни от чего, ни от кого ничего не жду, ни поощрения, ни критики, ни даже комментов, может быть, это эксперимент. Давайте я сегодня так сделаю в коллективном разуме, в этом формате. Я сегодня попишу, завтра мы посмотрим эту картину, уже в дописанном мною виде, и решим, как же всё-таки нам быть, делать что-то, когда вам самому нравится, или делать что-то, когда вы думаете в расчёте на кого-то. Интересный вопрос, правда? И вот, что я ещё хочу сказать напоследок, друзья. У меня, конечно, много последователей, и большей частью я помогаю людям избавляться от страхов, комплексов всяких, избавляться от шаблонов мышления. Сегодня. Сегодня. И ко мне много пишут больные люди. Мы не клиника, я предупреждаю ещё раз, никого не лечим. Я просто даю советы, как выходить из состояния страхов, из паник, как настраивать себя на лучшее самочувствие. Много больных выходят, которые лечатся с помощью химизации, облучения в онкологических центрах и так далее. Ну, много разных больных. Я это всё делаю бесплатно. Но вот этот вот контент, когда я говорю о том, что я могу дать фундаментальнейшие изобретения сделанные, которые помогут человеку раскрывать качества и способности человека будущего, хотя они лежат как бы на ладони. Это они в каждом из нас. Просто мы не знаем алгоритма, как поверить в себя, когда верится своему внутреннему голосу, вот этому внутреннему монологу, но с другой стороны. С другой стороны. Это фундаментальнейшие изобретения, которые я бы, конечно, хотел дать за деньги. Потому что тогда бы было понятно, кому это действительно нужно. Потому что бесплатную мою помощь можно получать и так. А вот это, чтобы развивать у себя такие качества и способности, которые ждут человека в будущем, это потрясающие изобретения. Я боюсь, что сейчас прицепятся военные или прицепятся какие-то шпионы там заграничные, чтобы это добыть. Не получат, потому что в качестве такого изобретения есть еще такое изобретение, чтобы они не получили. Кому не надо, не получат. Я вам потом объяснил, почему и как я это придумал. Как я это сделал. У меня много очень книг и очень много роликов бесплатных. Но все эти годы «Фортуна» помогает мне. Не цепляются, потому что, чтобы понять в простоте достижения их гениальность, их совершенство, надо быть уже на таком уровне. потому что свет в глазах смотрящего. Ну, а сейчас, пожалуйста, кто хочет записаться в райскую группу, где я это буду делать, давать этот контент особым образом, где будут алгоритмы, и скажем, я до того, как записать туда буду, говорите непосредственно на видеоконтакте. Не всех туда можно будет записать, несмотря на то, какие бы это ни стоило денег. Итак, друзья, творческие люди, а это каждый из нас. Итак, друзья, каждый из нас обладает мощнейшим потенциалом. Именно потому, как он его не использует, поэтому ему приходилось и выпивать, как Высоцкому, и многим из нас. Именно поэтому многие артисты 50 грамм для храбрости, а потом бутылку для восстановления. Та же самая нирвана, только химическим путем она вредна и создает зависимость. Поэтому мы одновременно людей отрезвляем от стереотипов и шаблонов мышления, от химизации ненужной, освобождаем от потребностей в лекарствах, и чтобы Вы умели создавать шедевры, используя саму энергию стресса. Поэтому правильно Евгения Дикман из Германии прислала мне эту научную статью как последнее достижение науки, что творческие люди меньше страдают от одиночества, потому что они всегда находят для себя, чем им заняться. но при этом вместе мы сила. Но когда мы именно творчески вместе, тогда отдается такой неконкурентный, мощнейший диалог, треолог, петелог и так далее, когда из этого общения создается новое, чего раньше в мире не было. Таким образом мы выходим человеческая цивилизация может себя сохранить. Поэтому на школе человек будущего хомо футурус ввел. Другой такой подобной в мире пока нет. До встречи, друзья. До встречи. до встречи.